От бела лица до матери сура земли народ, земной поклон от меня прими. Зову я вас сегодня в страны далекие, к морям теплым, Таврида светлая. В августе месяце этого года состоится наш очередной фестиваль, который мы назвали так, Открытый славянский университет. Он состоится в волшебном месте, Светоч, Этнокультурный центр Светоч, доктора Синельникова. В этом волшебном, магическом месте мы проведем с вами 10 дней. С утра будем солнышко славить, будем лад каждого дня настраивать. Вас ожидают прекрасные хранители народной культуры. И всем, и женам чистым, и мужам мощным преподнесут они уроки нашего обряда. Будут лекции каждый день, семинары каждый день, вечером вечерки, музыкальные концерты. И, конечно, для детишек Дубравушка. Это замечательное будет время, которое они наполнят смыслом. И также у нас в этом году состоится народная мистерия, народное действие, посвященное Дождьбогу. А детская программа так и называется – Руны Дождьбога. А вот сейчас, мои хорошие, я хочу показать вам первую за много-много сотен лет народную мистерию Павлесовой книги, которую мы сотворили в том году в Светоче. Она повествует о наших предках-пращурах и о прекрасной птице-сва, что прилетает на нашу землю, дабы провести линию, которую мы должны преодолеть через совесть и понимание, что возрождение наших обычаев – это наш первоочередной долг. Это наша основная задача в этой жизни. Мы объединены общей целью, и вы почувствуете в этом удивительном действии настрой солнца и радости. Дорогие родичи, я, как кот Баюн, прошу вас от лица всего Тридевятого Царства, расскажите об этом видео как можно большему количеству людей. Сделайте репост этого видео на своих страничках, расскажите об этом друзьям. Пусть нас будет на этом празднике жизни больше. И заходите на сайт доктора Синельникова, где можно зарегистрироваться на открытый Славянский университет, который пройдет в августе месяце в этнокультурном центре «Светоч», «Таврида», «Крым». Ждем вас! Благодарю! Вы все знаете, что в стародавние времена створились мистерии. До сих пор творятся мистерии в Индии, которые показывают жизнь богов и жизнь людей. И сегодняшнее действие, оно очень мощное, потому что это не спектакль, который мы привыкли видеть в театре. И это сотрудничество наших душ. Название зрелища Рустреглава. Прошлое, настоящее будущее объединены сегодня вот в этом моменте вечности. Поэтому я очень прошу, давайте раскроем свои сердца, свои души, окрылимся этой замечательной мечтой, которая становится явью. Русь светла, Русь здорова, Русь красива. В образе Великой Руси мы видим всю планету Земля, которая также в ритме Великого Закона, в едином дыхании Вселенной. Сегодня в лесово-книга становится той явкой, которой проявлено враг. Русь здорова, ой, дед Ладослава, свят обиду слава, слава Руси святого. А есть будет Русь, здорова, ой, дед Ладослава, слава, слава Руси святого. Аси, Марк, нам вещают, вещают птицы сват, круг которой вся Русь во хоровод становится. Всегда хочется поблагодарить, когда ты получаешь то, зачем приехал в какое-то место. Но когда ты получаешь неизмеримо больше, хочется не просто поблагодарить, а это пробуждает желание к сотворению. И мы увезем отсюда, к нам домой, ту искру, которую вы зажгли в наших сердцах. Благодарим. Спасибо, Валерий Владимирович, Людмила Анатольевна, кто с вами такими познакомилась. Вы такие прекрасные, и все здесь люди такие позитивные. Некоторые такие молодые, но кажется, они старцы уже столетние, они столько много знают. Столько я приобрела друзей. Спасибо вам большое, я от души вам кланяюсь. Занималась гимнастикой, буду, на следующий год привезу внуков. У нас с вами где-то в таком процентном соотношении, вот сколько у нас взрослых, вот примерно столько же у нас с вами и детей, которые находятся в пространстве нашего фестивала. И поэтому мне очень приятно, что у нас с вами растет молодое здоровое поколение, потому что воспитание нашего молодого поколения – это стратегическая задача нас и России. Поэтому приезжайте с детьми, пусть дети будут в этом поле, пусть они взрастают в этом поле. И мы всегда рады всех видеть. Спасибо всем. Спасибо, Благодарю за теплые, добрые слова. Пусть все ваши пожелания будут явью. И, конечно, от себя хочу пожелать всем светить, светить всегда, создавать пространство любви в своих сердцах, в своих семьях, родах, на всей планете. Благодарю всех. У меня создалось сегодня ощущение, что здесь зародился многоклеточный организм. И мы стали как клеточки единого организма. И каждый вносит свой лучик в этот великий свет. Я благодарю Чету Синельников. Мы давно уже познакомились. Я благодарю Ольгу Александровну за то, что она создала наш колосвет. И этот колосвет расширяется. Я благодарю всех родичей. Вы все в моем сердце. Я благодарю, конечно, свою жену Ладу. Она меня поддержала на поле брани. И очень радостно здесь видеть именно союзы, пары, которые идут в единстве. И благодарю всех наших предков, пращуров. И свою бабушку. Я приехал с ее столетия. Ей сто лет. И вот прямо с ее такого дня рождения я приехал сюда, чтобы пожелать нам жить еще больше. Благодарю. А мне вспомнилось древнее выражение, в котором сформулирован один из законов нашей жизни. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Каждый день мы проживаем первый и последний раз. Завтра будет другой день. Тоже будет первый и последний раз. И вот сколько мы были здесь в веточе, Я очень зримо вижу и ощущаю, как мы все вместе меняем вот это пространство. Вот как будто то же пространство, но оно никогда не бывает тем же. Мы приезжали в другой колосвет. Наши энергии, общие энергии, мы создавали другое. Того уже нет. Как каждый у нас день другой. И вот очень приятно и, так сказать, поет душа от того, что с каждым разом колосвет меняется, меняется пространство... Светоч, извините. Колосвет тоже меняется. Нет, родился новый образ колосвета. Колосвет. Колосвет. Понимаете, это все меняется. И хоть и, конечно, нам как бы жалко, что каждый день у нас был и больше его не будет, но это закон жизни. И очень тепло на душе от того, что в этом участвуют все. И детки, которые там играют, они тоже меняются и меняют нас с вами, и меняют эту почву, и меняют эти горы, и меняют это небо. Оно меняет нас. Вот этот процесс, единение с природой, единение всех людей, а все мы, живущие на земле, это клеточки одного большого организма, об этом мы всегда говорим на наших беседах, и вот здесь это проявляется очень зримо. Мы каждый раз приезжаем в другой колосвет и уезжаем из другого колосвета, который мы... Колосветочек. Нет, колосветочек. Колосветочек. Согласен. Почта. Вот это, об этом просто, может, мы не замечаем, может, замечаем подспудно. А я это вижу, ну, как бы, у меня это способность видеть это, и я вижу это все. И я хочу это напомнить и поделиться этим с вами, со всеми. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о будущих видеопрограммах, о будущих видеопередачах. Ставьте обязательно вот так вот пальцы, что вам нравится, если вам действительно понравилось видео. И обязательно пишите комментарии, пишите, пишите, не ленитесь, потому что мы таким образом будем знать, на какие темы делать наши передачи. Всех благ вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!